Оленька, добрый день! Я тебя поздравляю с тема рождения! Наташа вот придумала, говорит, давай, Луиса, мы сделаем сюрприз! Ты позвонишь или запишешь видео? Но позвонить мне трудно, потому что это будет время примерно 3 часа, или еще хуже ночью, поэтому я записываю видео заранее. Виктор мне помогает. Целую неделю была плохая погода, поэтому выбрались на улицу, чтобы сделать запись на веселом месте и, наконец, самим порадоваться. Это конец лета и осень, все больше холодных дней, до 10 спускалась температура, а теперь хоть немножечко солнышко выглянуло, но еще немножко лет осталось у нас. Вот решили показать, где мы живем заодно вместе с фотографиями, как мы бродим. Вот тут, серый дом на макушке горы. Это наш дом. Мы его с Виктором любим. Виктор за это лето его перекрасил снаружи. Ребятки в школу ходят пешком, или на велике, или я подвезу. Аленка ездит теперь на машине. Виктор уезжает в город, тоже на машине, не стал ездить на пароме. А я копошусь из дома. У меня хорошо, что виды красивые. Так что я занимаюсь и посмотрю на улицу. Какие птички плавают, такие яхты уплывают. Яхты у нас красивые. Они чаще на причале стоят, чем плавают. Но, тем не менее, неприятно, когда они движутся. Ну, что еще? Такое местечко у нас миленькое. Называется Галф-Харбор. И здесь все зелененькое. Я стою на месте, которое только собираются строительством заняться. Поэтому здесь пока пустынно. А, в принципе, потихонечку все строится. Мы тут с ветеркой гуляем, прогуливаемся. На канале классно то, что можно увидеть разных рыб. Всякие маленькие плавучие рыбы. Потом еще обольшущие скаты. На прошлой неделе мы с Виктором видели пингвина плавающего. Потому что в нашем полушарии, в Новой Зеландии, есть пингвины. В общем, интересно. Ходим, подкармливаем и любуемся ими. Вот так. Класса тоже красивая. Там внизу только она стесняется наверх пути. О, вон большая приклала. Все другие потихоньку догоняю. Хо-хо. А, вот это Витюльчкина машина. И поскольку у меня маленький бизнес, я понаделала таких магнитных... Наклеек. Афишек. И Витюлька ездит по городу, и все видят, какой у меня бизнес. Куда мне нужно позвонить. Вот так. Мы с Виктором переехали в другой уголок нашей деревни. На нашем полуострове есть красивый гольф-корс, который считается одним из лучших страней полушарии. Галл-Харбор гольф-корс. Поля для игры в гольф. И все время здесь ходят. Но сегодня и вчера, и всю неделю плохая погода. И поэтому игроков в гольф совсем немного, травки мокрые. Но, в принципе, всегда красиво, как в парке. И уходит народ в своих этих белых штанишках и с тележечками для гольфа. Мы здесь гуляем по утрам, когда выходные, или по вечерам, когда лето. В общем, нравится нам очень. Ольга, мы переехали в другое место. И решили мы снять маленький кусочек еще в другом месте, где мы бываем на прогулках. Мы сюда обычно приезжаем на машине, но ребятки из школы приходят пешком. Красивый зеленый парк, в котором правительство смотрит за тем, чтобы местные птицы жили и радовались без всяких вредителей. Поэтому здесь даже электрические ворота и электрический забор. Здесь бегают всякие куропаточки, пазанчики. Даже кроликов сюда не пускают, чтобы они не съели и не мешали птицам. Всяких морских птиц очень много. Парк красивый, и виды из него красивые. Есть место, где можно гулять во вражке и смотреть на птиц, которые очень красиво. А есть место, где можно спуститься в поле на пляж и гулять вместе с песчаными и пляжами морскими птицами. Очень красиво, нам очень нравится. Это вот по отсутствию приходим в птики залива, это не только пашущая птица. В целом всегда приятно быть. Когда лет, да, но школа еще не кончилась, мы с Антожем приезжаем сразу после школы. Витя присоединяется после работы. Когда выходные дни, полно купаемся, с утра не купаемся, потому что с утра бывает жаркое солнышко. Мы приходим обычно поздним после обеда вечерочком. Но только пока. Это наши выбрасывания птички, которые будут гулять. Всякие птички детей вывели, уже спрятались. Я не вижу никаких особо интересных птичек. Да, погода тихая, спокойная. После этого шторма наконец-то успокоилась. Выходные кончаются, народу мало на пляже, но в целом делает красиво. Еще на этом пляже есть павлины. Парки в парке, они на пляже не гуляют, но в парке. Но сегодня павлины нет. Они от дождя на инспекции. Парки в парке, они на пляже не гуляют. И мы все время гуляем здесь. На зеленой лужайке ходят зайчики. Все время здесь есть чайки и рыбки, которых мы кормим. Еще и вдаль уплывают корабли. Сейчас два грузовых корабля показаны. А там в другое время большие яхты идти. Большие яхты или большие круизные корабли. А мне интересно, насколько слышно. В общем, Витюнка к кому-то подошел не зря. Он пришел, чтобы мы вместе поздравили тебя с днем рождения. Дорогая Оленька, поздравляем тебя с днем рождения. Будь молодая, здоровая, веселая. Всей семье большой привет. Пока целую. Виктор еще куда-то повернет в аппарат. Солнце такое яркое.